Незаконное приусадебное хозяйство. В Дагестане задержан владелец конопляных кустов. Долгожданный путепровод, который никак не сдается. Кто или что мешает реализации масштабного проекта, узнавали мои коллеги. Большие грузы вредителя, как добыча песка, стала причиной разрушения новой автодороги. Смотрите далее. Девять человек скончались за сутки в Дагестане от коронавируса. Новых случаев заражения выявлено 83. Отметим, что в республике продолжает расти число летальных исходов от COVID-19. По этому показателю республика занимает уже пятое место среди субъектов России. За последнюю неделю умерло 42 человека. Общее число заражений с начала эпидемии в Дагестане превысило 13 тысяч человек. Более 3200 граммов конопли найдено у жителя Дагестана. На приусадебном участке 38-летнего жителя села Мацеевка Кизлертовского района обнаружено 174 куста конопли. Об этом сообщает МВД Дагестана. Полицейские доставили мужчину в отдел, а изъятое направили на экспертизу. Она и подтвердила наркотический состав вещества. Было установлено, что масса растений в пересчете на сухое вещество составляет более 3200 граммов. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что наркотические растения он нашел в лесном массиве на окраине села и припас для последующего личного употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело. В радиотелевизионном передающем центре Дагестана выявлено хищение на сумму, превышающую 5 миллионов рублей. Об этом сообщают в прокуратуре республики. По данным надзорного ведомства, в 2019 году в радиотелевизионном центре Дагестана закупили свыше 300 единиц компьютерных комплектующих на сумму более 5 миллионов рублей. Однако в декабре того же года в помещениях предприятия в ходе проверки было обнаружено только 11 единиц этой техники на 132 тысячи рублей. Предполагается, что остальную часть компьютерных комплектующих стоимостью более 4 миллионов 800 тысяч рублей была присвоена должностными лицами. По этому факту возбуждено уголовное дело. Километровые пробки нервозности в пустую потраченное время в таких условиях встречают утром многие жители республики. А дело все в том, что автомобильную развязку у въезда в Махачкалу никак не введут в эксплуатацию. Кто в этом виноват и когда все-таки запустят долгожданную эстакаду, узнавала моя коллега Патимат Ханапова. Открытие этого моста власти уже как-то анонсировали. Изначально дата приходилась на октябрь прошлого года. Однако сроки затянулись и не на шутку. Эту небольшую будку рядом с дорогой называли главным камнем преткновения, как в некоторых СМИ и интернет-пабликах, так и в народе. Говорили разное, будто бы хозяйка не готова идти на компромисс или что она якобы просит баснословные деньги. Называли даже сумму 100 миллионов рублей. Мы встретились с владелицей коммерческой точки. По ее словам, все эти разговоры не соответствуют действительности. И мне не предлагали, и я это сам никому ничего не сказала. Если к вам пришли бы договаривать, все-таки вы пошли бы на какой-то контакт? Конечно, какой разговор. Не было бы никакого. Вот так подойти, вот человеческий. Это подтверждают и представители местной власти. Накануне на диалог с Меседу вышел и глава поселка Ленинкент. По его словам, буквально сразу удалось найти общий язык с хозяйкой и даже прийти к общему решению. Ходят слухи, что она требует большую сумму денег. Но то, что в соцсетях говорят, это неправда. Она не требует никаких денег, 20 миллионов, 10 миллионов. Она идет нам навстречу, она готова уйти отсюда, перенести эту будку в другое место. Но никто с ней не разговаривал. Мы сейчас, администрация Кировского района, мы, как я, как глава поселка, подошел, поговорили с ней. Ну и подрядчик нам будет помогать с техникой, с финансами. Стоит отметить, что на проект выделено около 2 миллиардов рублей. Накануне с обходом здесь был и спикер дагестанского парламента Хизриших Саидов. Был поднят вопрос о крайних сроках сдачи объекта. Генподрядчик на этот раз обещал завершить работы до конца ноября текущего года. И отметил, что осталось достроить всего лишь 120 метров дорожного полотна. Мост стоит, все смеются над властью, над республикой, над... Они же не говорят их, они не знают, знать не знают. Они говорят те, кто на площади сидит. В конце ноября я сказал, остальное мы решили. Успокойтесь, успокойтесь. В конце ноября проходил костюм. Костюм нету пока. Купишь, купишь. Там мы сделаем дырку и оденем на двор. Здесь очевидно, что главные последствия срыва сроков – это дискомфорт для горожан и автомобильные пробки. Нервозный за рулем ни к чему хорошему, как правило, не приводит. А потраченное время никто не вернет. Поэтому скорого ввода эстакады в эксплуатацию ждут многие дагестанцы. Ватимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Песчаные карьеры разрушают асфальтовое покрытие на дорогах Дагестана. Речь идет об автодороге Мамит-Кала, поселок имени Мичурина, которая была построена совсем недавно, но уже вся износилась. Произошло это из-за регулярных проездов большегрузов, которые возят песок из карьера. Проблемой обеспокоены местные жители, они обратились в общероссийский народный фронт. К какому итогу пришли активисты совместно с представителями ответственных структур, смотрите далее. Песчаный карьер стал разрушительной точкой для прилегающей автодороги. Большие Камазы ежедневно возят отсюда тонны песка. Такую нагрузку дорожное полотно выдержать не в силах. Почти сразу здесь появились выбоины, ямы, трещины. Дорогу построили для развития туристического кластера в 2018 году. Гарантийный срок еще не истек, но она уже требует ремонта. Мы понимаем, что и не ставим под сомнение, что нужны и песчаные карьеры, надо развивать и строительство и так далее. Но сегодня мы видим такую ситуацию, когда люди, делая одно, разрушают работу, которая была выполнена другими лицами. Мы приехали сюда для того, чтобы определить совместно, кто виноват в том, что дорога разрушается и какие необходимо принять меры. Хозяева карьеров отказываются признавать свою вину в разрушении асфальта и заверяют, что их транспорт едет по другому пути. А маршрутом Аметкала поселок имени Мичурино чаще всего пользуются частники, ведущие незаконную добычу песка. Представитель Минприроды республики заверил, что лицензия на добычу песка на данном карьере есть и здесь нарушений быть не может. Но насколько законно использовать для проезда именно эту дорогу, еще предстоит разобраться. У этого карьера, то есть индивидуальные предприниматели имеются лицензии на пользу медиками, которые представлены еще в 2015 году. Земли были в установленном порядке переведены в промышленные и имеются тут соответствующие документы. То есть в установленном порядке выдали лицензию. По поводу того, что творится дороги, там надо уже более детально смотреть, потому что у них в схеме все должно обозначено. И по какой дороге они должны проезжать и так далее. Местные жители обеспокоены, что в результате дождей может произойти подмыв участка дороги и она обрушится. Чтобы спасти ту часть дороги, которая еще не разрушена, активисты ОНФ предложили установить знак на участке, запрещающий проезд Большегрузного. По словам представителя Дагавтодора, такая проблема характерна для всех дорог республики, рядом с которыми имеются карьеры. В имени Министерства транспорта и Дагестана Автодора, чтобы установили весовой контроль на карьерах и чтобы контролировали весовой контроль выезжающих машин. И кроме того, чтобы они установили законные съезды, заезды, выезда с карьеров. Необходимо установить знаки по ограничению весового контроля по нагрузке на ось и по общей массе нагрузки на дорогу. Владельцы карьеров обещали засыпать ямы вдоль дороги, чтобы предотвратить ее обрушение. Но и это не панацея. Вопрос, кто восстановит дорогу полностью, остается открытым. Заказчиком строительства дорожного объекта было ментуризм республики. Поэтому дальнейшие переговоры по данной проблеме ОНФ Республики Дагестан будет вести с туристическим ведомством. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Дзербенский район. И к новостям спорта. В Дзербенте прошел открытый турнир по мини-футболу среди команд из разных городов и районов Дагестана. В течение двух дней команды радовали зрителей ярким накалом страстей. Были захватывающие игры, исход которых решался на последних минутах. А в некоторых встречах итог зависел не только от мастерства, но и от удачи и характера футболистов. Все это создавало интригу и повышало градус соревнований. В то же время на поле царила атмосфера единства и братства. А это главная цель проведения турнира. Состязания были организованы Муфтеатом Республики совместно с общественной организацией «Патриоты» при поддержке администрации Дзербента. По итогам турнира в упорной борьбе победила местная команда с примечательным названием «Халу». Серебро у игроков на рынке Аллы, а на третьем месте команда «Атлетика». Победителям и призерам вручили денежные вознаграждения и другие награды. Тем временем 12 медалей разной пробы завоевали дагестанские дзюдоисты на чемпионате СКФО. Соревнования среди мужчин и женщин завершились накануне в Грозном. В столице Чеченской Республики мастера борьбы в кимоно выиграли две золотые награды. Их обладателями стали Гамзадзе Ирбеков и Камиль Гасанов. Также в активе наших спортсменов два серебра. На счету Ибрагим Гаджи Сулейманова и Айшат Загидовой. Остальные восемь медалей, добытые дагестанцами, бронзовой пробы. Всего в чемпионате СКФО участвовали порядка двухсот дзюдоистов. Спортсмены, занявшие с первого по пятое место в своих весах, получили путевки на чемпионат России. Таковы были все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.